МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Приятно вас видеть. Ну, мы с вами в прошлый раз разобрались, что философия – это наука на всеобщих законах природы общества и мышления, которая нужна всем и во всем, и всегда. И чем глубже вы понимаете философию, тем меньше будет ошибок в жизни, независимо от того, чем вы будете заниматься. Но у философии есть и название, которое буквально переводится как «Фила» – это любовь, «София» – это мудрость. Вот сейчас лаборантов ликвидировали, а то у нас на кафедре лаборантом была «София», так что как раз в соответствии. Любовь к мудрости. И вот сегодня мы как раз пройдемся по самым началам философии, в таком историко-философском плане, и посмотрим на те концепции, которые развивали древние философы. И несмотря на то, что это было очень давно, тем не менее, многие положения не только вызывают интерес, но сегодня ими даже торгуют, можно сказать, у нас на улицах и зарабатывают деньги за счет того, что повторяют некоторые положения этих философских концепций. Вот сейчас вы в этом быстро увидитесь. Так, закроем, наверное, мы. Возникновение философии датируется с седьмым, шестым веками до нашей эры. Практически одновременно в разных регионах Земли происходит рождение и становление новых философских учений в Древнем Китае, в Древней Индии и в Древней Греции. И первоначальным мировоззренческим стержнем философии был вопрос об отношении человека и природы. Начнем с основных школ Древнего Китая. Основные школы Древнего Китая – это конфуцианство, Мо-изм, не Мао-изма, Мо-изм, Мо-изм и Даосизм. Сейчас мы включим режим полета, и все будет хорошо. Конфуцианство – Мо-изм, Даосизм. Родоначальник конфуцианства – Кун-фу-дзы. Фудзы пишется через дефис. Кун-фу-дзы. Сейчас его называют Конфуцией. Кун-фу-дзы. Краткое содержание его философии, или суперкраткое содержание его философии, такое – небо – высшая сила. Оно следит за справедливостью на Земле. Все зависит от воли неба. Небо – это рок, судьба, закон. Дао – пишет этот большой буквы. А в общественной жизни культ предков веди себя достойно, уважай старших, совершенствуйся сам, не обманывай, не срывай свой гнев на других, и вот эти простые рекомендации традиционны для китайских верований. Так или иначе, они закрепились в народе, их себя проявляют. И не случайно конфуцианство пользуется таким успехом и в современном Китае. Несмотря на то, что не все верят в то, что небо – это высшая сила, то, что оно следит за справедливостью на Земле, а ведь хочется, чтобы небо следило за справедливостью, и нам было бы легче. А у нас что-то на Земле никак со справедливостью не получается. Кто-нибудь может сказать, в чем состоит справедливость? Как вот вы думаете? Справедливостью – это что значит? – Это когда каждый занимается своим делом. – Каждый занимается своим делом. То есть, если я вас граблю, я подошел с пистолетом, забираю у вас деньги, занимаюсь своим делом. А вы своим делом занимаетесь, думаете, как бы я вас отпустил, и при этом не хлопнул. Все понял. Хорошее у вас понимание справедливости. Пойдем дальше. Мы к этому вернемся. У нас в курсе социальной философии будет на эту тему разговор. Моизм основан таким философом китайским, которого зовут Мо-Ди. Отдельно. Мо-Ди. Или по другому написанию Мо-черточка Цзы. Мо-Цзы. Вот эти самые тогда уже Моисты отрицали то, что провозглашали сторонники конфуцианства. Моисты отрицали предопределенность всего судьбой. Вот если все предопределено судьбой, то уж если вам суждено получить отлично на экзамене, значит, и получите отлично. Если не суждено, а суждено четверку, то и четверку. И нам хорошо принимать. Особенно не надо мучиться. Да и вопросы, я думаю, особенно не нужны. Итак, поговорим на экзамене, и каждый получит то, что он должен получить. Но вот Моисты это отрицают, говорят, нет такого. Небо не предопределяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди любили друг друга. Это же неплохо. Небо желает, чтобы вы любили друг друга. Кроме любви к ближним, они проповедовали и любовь к дальним. Вот это очень здорово, потому что вот европейские религии к ближним, вот если вы недалеко от меня сидите, вот у нас вот есть, а вот дальние вы от меня, поэтому я вам такой пример привел. Поняли? Это европейский вариант философии. Так. Будучи убежденными противниками войн, они были первыми пацифистами. Пацифистами. И вы знаете, что течение пацифизма они все время были, есть и, наверное, и будут долго. К традиции мы рекомендовали относиться критически, выбирая только хорошее. Ну почему нам с этим не согласиться в современном мире, хотя это было высказано очень-очень давно, в VII-VI веках до нашей эры. Теперь еще одно течение, третье. Дао-сизм. Основан Лао-цзы. Перед Цзы стоит дефис. Лао-цзы. Дао-сизм. В основе лежит Дао. Первоначало, первооснова и завершение всего происходящего в мире. Вот посмотрите, это прямо некоторая противоположность конфуцианству. Конфуцианство указывает на небо, дескать, там все предопределено. А тут основа. Основа всегда внизу, да? Основа – это то, на чем можно построить что-то такое более высокое, более сложное и так далее. А это первоначало, первооснова и завершение всего происходящего в мире. То есть первооснова рассматривается не так, что это есть безразличная такая основа, на которой что-то вы построите, а то, что вы будете строить, это все будет выражение этой основы, и пока их все не завершится. По сути, дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. Все вещи, имея в своей основе небытие, являются в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. То есть если у вас какие-то неприятности, дома, по работе, по учебе, сразу вспоминаете дао-сизм, все эти неприятности, они уйдут в небытие. Если вы целиком не придерживаетесь этой, но такие моменты, когда у вас есть неприятности, есть смысл становиться на время сторонниками дао-сизма и, так сказать, успокаиваться. Ну, все это пройдет. Это и есть постоянное движение в мире. Так что вот с чего началась философия китайская. А следовательно, и это один из источников философии всемирной. Философия Древней Индии представлена следующими школами. Джайнизм. Первая – джайнизм. Вторая школа – буддизм. Недалеко от моего дома находится Удельный парк. Там регулярно я встречаю в индийских одеждах сторонников индийской философии. Они мобильники достают из разных карманов, разговаривают, и при этом они, значит, радостно провозглашают удовольствие жизни. Так, буддизм. Второе течение, вторая школа – буддизм. Третья школа – сангхья. И четвертая – йога. Тоже вот оно, это древнее очень учение, очень актуальное, больше, более актуальное, чем китайские. Основоположник джайнизма – махавира. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Никто не слышал про карму. Оказывается, у нас столько индийских философов развелось, и могут вам поправить карму, ну, за соответствующую плату, конечно. Вот. Так что, если вам кто не поможет, звоните, мы вам поможем. А если вы себя плохо чувствуете, значит, карма у вас повредила. Но под кармой понимается космический закон, поэтому это не такая штучка, которую сейчас собирается поправить. Не то, что это принадлежность одного человека, а космический закон, поэтому его не поправишь. Закон кармы нельзя умилостивить жертвами богам, тем более шарлатанам. Закон кармы нельзя умилостивить. То есть мы уже, опираясь на это знание, уже можем сказать некоторым товарищам, не отдавайте вы деньги этим жуликам. Но его можно победить. То есть у вас это учение вызывает к борьбе. Победить можно этот закон кармы. Джина – тот, кто победил карму. Не тот, кто вам помог победить карму, а тот, кто победил. Борись, и ты сможешь победить карму. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Это путь аскетизма. Вот следуя этому обету, стипендии установили на уровне… Сколько сейчас? Тысяча? Тысяча шестьсот? Да. Сорок семь? Ну, примерно. Ну вот. Я думаю, это путь аскетизма. Потому что не рассчитывали, что студенты сами пойдут по этому пути. Поэтому централизованно это решили вас освободить. И, так сказать, так вы можете победить карму тех, кто останется. Потому что я вот как представитель более, так сказать, старшего поколения, я всегда удивляюсь, думаю, если вот студентам дают на месяц тысяча шестьсот сорок семь. Сколько вы можете прожить времени на тысяча шестьсот сорок семь? Скажите, как вам это удается? Сколько вы можете прожить? А? Шестьсмой карточку. Сколько? Ну, неделю можете прожить? Нет. Не можете. Не, не, не знаю. Не знаю. Я так и думал. Вот в прошлый раз думаю, проживут они неделю или нет. Смотрю, через неделю опять появляются. Стипендии сделали, чтобы вы не прожили неделю, а вы опять есть. То есть, живучий народ студенты. Ну, и раньше, еще в наши студенческие времена у нас декламировали, что кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Так что это было и раньше. Но не в такой степени, потому что у нас, вот мы с моим коллегами учились на матмехе, вот, у нас стипендия была 35, потом 45. А у меня была Чебышевская с одной четверкой. Я получал 60 рублей. А 60 рублей – это половина зарплаты директора Кировского завода. У нас спокойно можно было прожить на стипендию без родителей. Ну, если приехал кто-то в город. Тем более, что общежитие бесплатное практически было, там какие-то копейки были совсем маленькие. Короче говоря, очень актуальное это учение, очень актуальное – джайнизм. Второе жизнерадостное учение – буддизм. Да? Принц Гаутама основал буддизм. Главный закон жизни – различать добро и зло. Ну, это хорошо? Различать добро и зло. Правда? Не скажем, что… Ну, это давно было. Ну, давно, но правда же это было, так сказать, на самом деле. Суть буддизма в четырёх истинах. Значит, сейчас я вам эти истины изреку. Жизнь есть страдания. Ну, вот надо утром вставать, идти на лекции – это страдания. В метро, если едешь, толпа – опять страдания. Денег мало на завтрак – столь страдания. Короче говоря, всё сплошное страдание. Старость, болезни, невзгоды, смерть. Вторая истина – корень страдания в жажде жизни. Не было бы у вас жажды жизни, вы бы и не страдали. А чего вы страдаете? Потому что жить хотите. Надо освободиться от этой жажды жизни, и не будем страдать. Дескать, будь что будет. Так иногда люди и говорят. Боролись, боролись, говорят, а, будь что будет. И ничего такого страшного не происходит. Правда, бывает такое. То есть корень страданий в жажде жизни. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий – это уничтожение жажды жизни. Живите, но не надо уж жаждать этой жизни. Вот, собственно, вас призываю к тому, чтобы вы спокойно к этому относились. Люди, которые получают 28 миллионов в месяц, там, члены управления Руснефти, они скажут, ну, вот, а вы не страдаете, так сказать, этой жаждой жизни. Вот мы не страдаем же жаждой жизни, просто получаем такие деньги, и всё. Путь освобождения от страдания – достижение нирваны, в которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Вот все студенты должны стать невозмутимыми духом после изучения курса философии. Вам вообще всё равно, что я вам поставлю за экзамен. Да, вам вообще на все экзамены, по отношению ко всем экзаменам, вам не важно, какие будут оценки, вам вообще не важно, кончите вы или не кончите. Наверное, вы закончите всё, и будет всё хорошо, и так далее. То есть невозмутимость, спокойствие – всё будет хорошо. Да? Так что зачем вам справедливость? И так всё хорошо. А если не хорошо, то, значит, вы должны приезжать к страданиям. То есть мы готовы к любым превратностям судьбы после изучения древней индейской философии. Нас уже ничем не напугаешь. Так. Ну, есть ещё и... Ещё две – санкхиа и йога. Ну, йога, вы, наверное, уже про это слышали. Можно ещё? Какая четвёртая истина? А? Четвёртая истина будет. Не понял. Смотрите, жизнь страданий, ну, четырестнему мы видим, то есть жизненный страданий, то, что происходит страданий, жажда жизни, и ускорение страданий от достижения нирваны, это четвёртая какая-то? Третье – страдание имеет причину. Третье – страдание имеет причину, а поэтому прекращение страдания – это уничтожение жажды жизни. И путь освобождения от страданий – достижение нирваны, в которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляют человека от страданий. Перейдём к основным философским школам и направлениям античной философии. Античной философии. Всю историю античной философии можно подразделить на следующие этапы. Первое. Зарождение и формирование античной философии. Это VI век до н.э. Обратите внимание, то же самое. В всё то же время. Хотя это в разных, можно сказать, концах Земли. Второе. Классическая философия. Это V-IV века до н.э. И третий этап – это философия эпохи эллинизма. И латинская философия периода Римской республики. Третий – I век до н.э. И четвёртый период – период упадка и гибели в эпоху Римской империи. I-IV века н.э. Зарождение и формирование античной философии – это VI век до н.э. Классическая философия V-IV веке, философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской республики – III и I века до н.э. И четвёртый, последний период – упадка и гибели в эпоху Римской империи. I-IV века н.э. Ранние греческие философы, несомненно, испытывали влияние мифологии. Ну как? С мифологией всё началось? В их произведениях мы можем обнаружить представления, характерные для древнегреческих мифов, о первичном бесформенном состоянии Вселенной, о постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону всё большей упорядоченности, об отделении неба от земли, о периодической гибели и новом рождении Вселенной. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии, в области территориально расположенной в Малой Азии. Своего рода центром философии был город Милет. Милетская школа. Здесь такие фигуры. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Можно отметить значение Фалеса в том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания. Что есть всё? Что есть всё? И на этот вопрос потом разные философы по-разному отвечали. Гераклит из Эфиса впервые, пусть и метафизически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Парменид, представитель школы Элеатов, был современником Гераклита, но наставил, что бытие неизменно, что есть бытие, а небытия вовсе нет. Хотя тот же Гегель в гораздо более поздние времена показал, что если философ утверждает, что небытия нет, то в его разговоре есть это небытие. Парменид, тот человек, который сказал, что есть бытие, и оно первооснова всего. С бытия всё идёт. А Гераклит иногда говорят, что вот, дескать, он утверждал, что всё течёт, всё изменяется, он это именно утверждал. Но говорят, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А это получается искажение его точки зрения. Только в одну и ту же реку можно войти два раза, правда? А если вы в разные реки входите, так в каждую по одному. То есть в одну и ту же реку можно войти два раза, раз. И в одну и ту же реку нельзя войти в два раза. То есть здесь в самом начале и от диалектического понимания лежат противоположные утверждения об одном и том же. Об одном и том же. Зенон, ученик Парменида, всем своим творчеством стремился доказать тезисы своего учителя о том, что есть бытие, а небытия вовсе нет. Вот у нас был декан факультета, на котором я учился, математика механическая. Его звали Зенон Иванович Баревич. Довольно интересное такое сочетание Зенона Ивановича. Значит, видимо, Зенон от Ивана произошёл. Доказывал он это методом от противного. Он автор опори. Ахиллес и черепаха, знаете, да? Что нельзя догнать никак. Никак Ахиллес не догонит черепаху. Дихотомия, стрела и других. Философская молва приписывает Зенон около сорока опорий. Демокрит, который считается зарадоначальником материализма. Ему принадлежит около семидесяти произведений. Но ни одно до нас не дошло. Главная его заслуга – создание учения под названием «Атомистика». Первоосновой мира является атом – нелелимая частица вещества. Ну вот так бывает в истории. Потом то, что атом неделим подвергла наука современное сомнению, догадалась, что он делим, но всё равно он остался первоосновой, поскольку более высокие формы развития материи, и они состоят из атомов. Атом неделим, вечен, торжественен самому себе. Каждый атом, считал Демокрит, объят пустотой. Будучи учеником Левкиппа, он доказывал, что атомы совершенно бескачественны, однородны, лишены чувственных свойств. Во второй половине V века до н.э. в Греции возникает интеллектуальное течение, называемое софистикой. Софистов не интересовала истина. Для них важнее убедительно что-либо доказать, побудить кого-то к действиям. Они стали практиками и теоретиками риторики. Главный тезис – протагора. Человек есть мера всех вещей. Другой известный софист Горгий доказывал, что бытие и небытие – суть одно и то же. И, в общем, на это потом опиралась диалектика. Или, по крайней мере, одна сторона диалектики этим в этом проявлялась. Имя Сократа стало легендой. Он был известен не только своим учением, но и своей жизнью. В основном, сведения о Сократе мы можем подчеркнуть из диалогов Платона, его ученика. До нашего времени дошли почти все сочинения Платона, который жил в 427-347 годах до нашей эры. Платона считают родоначальником философского идеализма. Учение, в котором мышление, дух, идея существуют объективно и независимо от человеческого сознания. Самая важная проблема Платона – это соотношение идеала и действительности. Ибо мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Вот вы видите, в китайской философии небо заботится о справедливости. Оган Фусея, а тут мир не знает справедливости. Главная составляющая его философии – это учение об эйдосах. Идея вещи – вот истинная причина появления конкретной вещи. Есть ли идея, то вещь появляется. Нету? Нет или нет этой вещи. Вещь – это результат, следствие воплощения той или иной идеи. Ну, посмотрите на свои вещи, которые вас окружают. И прямо получите подтверждение этому. Вот у вас, видите, вот вы набираете там на своем компьютере. А у него идея какая? А в том, чтобы вы могли на нем набирать тексты. А у вас есть рядом телефон, а у него идея такая, чтобы можно было позвонить. Или вам, чтобы могли позвонить. А в чем идея вашего? Пальто с воротником. А чтобы вы не замерзли. И в такое мокрое, холодное время. Видите? Вот сумка, например, вот я вижу у меня на первом плане. Это в чем идея ее? Да в том, что все, что у вас есть, вам необходимо с собой в дороге положить, в сумку, и чтобы потом не искать. Или наоборот, чтобы искать только в сумке. Так что, видите, как все это связано с некоторыми мыслями, которые у нас сегодня появляются. Поэтому никак вот философия не состоит в ее изучении, в отбрасывании просто тех учений, которые не подтвердились целиком. Но что-то в их учении в той или иной степени какие-то стороны нашей жизни отражает. Так. Философия Платона включает учения о познании, диалектику, риторику, искусство, учения о государстве и обществе. Вот Платон, например, считал, что философы должны быть государственными деятелями. И за все время человеческой истории эта его идея реализовалась один раз. Единственным человеком, который был философом и одновременно государственным деятелем, был Владимир Ильич Ленин, который изучил диалектику. А больше мы таких государственных деятелей не знаем ни одного. Не в том плане, что они что-нибудь не философствовали. Философствовать может кто угодно, даже на лавочке может сидеть и философствовать. Ну, а кто был бы на самом деле крупным философом? Я когда был студентом, то я договаривался с преподавателями, что все надо прочитать, чтобы сдать вашу науку и больше не ходить. А у нас это приветствовалось. То есть вы хотите досрочно сдать, допустим, курс? Пришли, сдали, пошли в деканат, дали вам зеленую бумажечку. На этой бумажечке преподаватель потом поставит оценку и все, этого экзамена больше нет. Потом следующее, потом следующее, и уже раз-раз. Вот я пришел к преподавателю по философии, говорю, а что нужно вот сделать, чтобы вот уже и сдать вот философию и все. Ну, понятно, что преподаватель тогда требует что-то такое по-крупному. Он говорит, ну вот вы прочитайте «Материализм и империокритицизм» Ленина и приходите ко мне. Я прочитал, пришел, он со мной поговорил, поставил у меня пятерку, а я понятия не имел, что я вот буду потом философию преподавать. Какое-то в голову мне не могло прийти, поскольку я вот занимался на математико-механическом факультете и закончил его в 1968 году. Так. Последним великим философом Эллады был ученик Платона Аристотель. И сейчас греки, вот я был несколько раз в Греции, поскольку являюсь членом предколлегии журнала, который издается в Греции, и вот они называют свою страну Элладой, ну, а, так сказать, ну, принимают, что все остальные их называют Грецией. Аристотель 384-322 годы до нашей эры, научное наследие которого можно разбить на логику, философию, физику, биологию, психологию, этику, экономику, искусствоведение. То есть универсальный был ученый, универсальный ученый, и он, конечно, основатель формальной логики. То есть вот все его учение о формальной логике, которое он сделал, полностью сохраняет ценность до сегодняшних дня. И навсегда. Поскольку появилась диалектическая логика, которая не отбрасывает формальную логику, а ее признает в качестве того, что снимается диалектической логикой. Аристотель был тем мыслителем, который существовал как науку о мышлении и законах правильных рассуждений. Его перу принадлежат трактаты, посвященные социальным и политическим наукам. Но главным философским трудом Аристотеля считается метафизика, в которую он изложил основные идеи и взгляды. Сам Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой. Аристотель различал первую философию и вторую философию. И та, и другая касается человеческого знания. Но предмет первой философии не природа, а то, что существует сверх нее. Философия интересуется сверхчувственным сознанием, разумом, законами логики и идеалектики. В основе антологии, то есть учения об Исии Аристотеля, лежит понятие формы. Форма – суть бы сие вещи, согласно Аристотелю. Материя в понимании Аристотеля аморфна и бесформенна. Она пассивна, сама по себе недееспособна. Хотя она и источник вещей, но без формы она не творит вещи. Ну, наверное, все вот в той или иной мере этому следуют. Потому что когда вы куда-то собираетесь пойти из дома, вы причёсываетесь, наряжаетесь, принимаете эту форму, которую хотите, чтобы вас воспринимали, и считаете, что это необходимо для того, чтобы вы успешно решали свои дела. Правильно? Третьим первоначалом, считал Аристотель, служит целевая причина. Четвёртым – движущая причина. Экономический и политический кризис Греции на рубеже четвёртого и третьего веков и второго века до нашей эры отражается и в греческой философии. Наиболее интересным в этот период является кинизм. Кинизм. Скептицизм. Стоицизм. Неоплатонизм. Учение Эпикура. Я вам даю очень беглый обзор прежних философских учений, имея в виду следующее, что развитие философии шло от низшего к высшему, и каждый более высокий этап или более высокая форма развития философии включало в себя достижения всех предшествующих философов. Если она представляла собой систематическую философию, не какая-то частная философия по частным вопросам, а такую, которая представляла собой систему знаний. Можно сказать, что учение, всё ценное учение Аристотеля, вошло в диалектику Гегеля. А в учение Маркса и Энгельса вошло всё ценное, что вошло в диалектику Гегеля и, соответственно, и Аристотеля, и так далее, и так далее. То есть такой кумулятивный характер идёт, носит развитие философии. Нельзя их ставить рядом, рядоположенными, они более высокие системы, включают в себя то богатство, которое есть. Поэтому, когда мы будем более подробно изучать современную философию, социальную философию, мы должны иметь в виду, что это, так сказать, не просто так, она выскочила, неизвестно как, неизвестно как из головы одного философа современного. Она за своей спиной имеет многотысячелетнюю историю развития философской мысли. Средневековая философия. Мы рассмотрим социокультурные предпосылки возникновения и распространения монотеистических религий. Патристику и Схоластику, как основные этапы развития средневековой философии. Творение, искупление, спасение, эсхатология, теодицея, спор о природе универсалей. Первое – это социокультурные предпосылки возникновения и распространения монотеистических религий. Философия эпохи средневековья имеет следующие черты. Философия развивается под законом примата веры над разумом. То есть, то, что сейчас характерно для отдельных людей, например, до прошлого нашего губернатора было, характерно примат веры над разумом. В рабочий день он устраивал крестные ходы, и вдруг в рабочий день у нас огромная толпа, многотысячная, идет от Казанского собора к Александровской лавре. И это, наверное, для того, чтобы потом снег хорошо убирался. А снег даже, может быть, и хорошо поэтому и убирался, когда ходили такие крестные ходы. Не знаю. Хотя достижением считается французской буржуазной революцией, как известно, отделение церкви от государства и школы от церкви. Правда? Ну вот как-то странно. И он умудрился, наш бывший губернатор, умудрился, значит, вычеркнуть одного французского революционера, известного из тех, кто у нас был, ну, как бы, почитаем в Ленинграде. У нас была набережная Робеспьера. Ну, потом смотрим уже не набережная Робеспьера, а Воскресенская набережная. А в чем дело? А что произошло? Кто воскрес? Никто не воскрес. Просто была там церковь Воскресенская. И в честь этой церкви губернатор, так сказать, назвал это Воскресенская. И не стало у нас набережной Робеспьера. Взяли и этого. Ну, как бы, пришли у нас какие власти? Буржуазные же сейчас, да? У нас строй какой? Буржуазные. А что вы не уважаете буржуазных революционеров-то? Нехорошо так. Правда, есть еще один буржуазный революционер, который вековечен. Марат. Улица Марата, знаете ли, да? Недалеко. Вот ее не времену. Вы знаете почему? Она раньше называлась Грязи. Может, подумали, выдумали, потом посоветовали, оставим Марата, а то Грязи. Зержинск вот не переименовывают. Это в сорока минутах езды до Нижнего Новгорода, когда ездишь отсюда, из Санкт-Петербурга, Ленинграда, город Зержинск. И там его почему-то говорят Зержинск, а он Растяпина, Нахабина. Да? Да. В общем, никто не хочет его отказываться от такого названия, потому что старое неблаготочное. Вот такая история. Я старше не знала. А? Я старше название не знала. Я старше не знала. Ну, вот так. Так вот, философия в средние века развивается под законом примата веры над разумом. Верить надо. И это выше, чем разум. Если что-то не получается, поверить надо. Может, получится. Вообще, можете и не готовиться к экзамену. Просто верьте, что вы придете, я вам поставлю отличные оценки. И все. Это будет примат веры над разумом. Но как-то вот сейчас уже ушли от этой средневековой холостки. Не все верят в это. И даже если я вас буду убеждать, вы все равно послушаете, но вряд ли так согласитесь. Второе. Главенствующая форма познания – откровение. Вот вы сидели, думали, думали, и вдруг вам открылось. Вот, оказывается, что. А так часто бывает, правда? И, кстати, это на самом деле какие-то бывают такие моменты, когда думаешь, думаешь, никак не можешь придумать, или что-то потеряешь, никак не можешь найти. И вдруг откровение. Вот оно где. И нашел. Или нашла. Так что в какой-то мере это и сейчас иногда проявляется. То есть это главенствующие, но это главенствующие формы познания считалось. Ну, чего вы готовитесь к экзамену? Придете на экзамен, посмотрите на меня, но дадолго смотрите, и вдруг вам откроется истина. И раз вы ей напишите, и отлично. Красота. И не надо готовиться. Неплохая такая железа. Третье. Священные тексты, неоспоримый авторитет. Раз написано, значит, написано. Все. Ну, потом это стали называть догматизмом. Неоспоримый авторитет. Это же хорошо. Священный же текст, не просто текст. Вот у меня тоже есть текст лекции, но я его священным не объявляю, потому что могут быть и споры, и какие-то другие понятия, и взгляды, и так далее. И потом у нас вообще безобразие такое проходит. Студенты могут спорить с преподавателями, потому что то, что они там сказали, не считается священным, несмотря на то, что они там имеют звание, есть даже и степени. Нет такого. А вот было время хорошее. Вот если преподавать тогда было, наверное, хорошо. Вот то, что я вам зачитал, и всё, и никаких обсудений. Какие там у вас обсудения про справедливость? Забудьте это навсегда. И конец. Так. Четвёртое. Философский рационализм отдаётся на откуп религиозному мистицизму. То есть религия господствует полностью над философским рационализмом. И пятое. Провозглашается принцип единобожия. Ну, вот человечеству удалось реализовать принцип единобожия? Нет. В рамках одной веры только. А вера-то много, религий много. И самые большие споры ведутся не между атеистами и верующими, а между сторонниками разных религиозных верований. Да? И последнее. Философский идеал и шестое. Познание сводится к толкованию священных книг. Книги священные. Вот надо сидеть и толковать их. Переписывать и толковать. Вот у меня есть опубликованные книги, лекции по философии и истории. Я читал историкам и книга такая есть. Ее даже в Иране издали тиражом тысячи экземпляров в Тегеране. И есть социальная диалектика на сайте Фонда Рабочей Академии. Вот считайте книги священные, но священные только до экзамена. После до сей экзамена они уже не священные. А тогда были священные вообще. Вот если объявляются книги священными, но это надо, чтобы книги были религиозные, а не такие, как у нас сейчас. Так что никто сегодня среди тех, кто не принадлежит в церкви не может объявить свои книги священными, которым нужно верить, неоспоримыми, с которыми нельзя спорить. Спорить можно совсем, чем угодно. Так, патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. Патристика и схоластика. Христос возвестил свое послание, доверившись живому слову. Вот я чувствую, вот вы не доверяйтесь живому слову, я вижу, что вы все вы не за ФСБ. А вот Христос доверялся живому слову. Сам ничего не написал. Все он просто провозглашал и все. И я не доверяюсь живому слову. Тоже как-то имею дело с какими-то текстами. И вот смотри, все заразились этим, всем этим. Не хотят они, как Христос, довериться живому слову. Сейчас в телефоне вам пришлют какой-нибудь СМС-ку. Опять это не живое слово, правда? Так, с живым словом. Библиотеки сделали там везде книги всякие. А в книгах мертвое и все. А живое слово, оно живое же. После смерти его слово было записано. После того, как его записали, оно живое или не живое? Ну, наверное, вечно живое слово, если это слово Христа, правда? много. И записи эти появились начиная с середины первого века. Их становилось все больше. Но лишь некоторые из них заслуживали доверия. То есть, вот пошла война по поводу того, а это правильно ли записали живое слово Христа? Вот вы правильно записываете живое слово мое? Не знаю, проверим. Надо вот, мы будем потом спорить, кто правильнее записал. Так. Поэтому первая задача не столько собрать, сколько отобрать материалы, отделив истинные от фальшивых. Вот борьба началась, вот проблема теперь. Истинные записи слова Христова от неистинных отделить. Ну как вот это отделить? Вот если я записывал, по-моему, это мои записи истинные. А если вы записывали, то ваши записи более истинные. Потому что вы при записи некоторые мои ошибки сразу убирали, и у вас более истинная запись получилась. Может быть такое. И сами редактировали. Не просто буквально там вот переписываете. И вот когда встал вопрос об истине, сказали, вот это то, что я говорил, это не истина, ваша истина. И как я вам это докажу? Вот трудно было. Вот были большие баталии по этому поводу. В 367 году канон Нового Завета уже сложился. То есть добились, что вот появился такой трактат, который как бы большинство хоть признавало. ну и после этого появления так называемых священных текстов не иссякает. Кроме того, ну есть канон Новый Завет. В нем записано слово Христово. Но возникла потребность защищаться от нападок противника со стороны евреев, язычников, еретиков и гностиков. Отцы Церкви это те люди, которые создавали доктрину христианства. То есть Библия это Библии, Новым Заветом, но еще есть толкователи Библии. Вот. У нас такая же история будет с вами на экзамене. Значит, вы придете, будете рассказывать, а толкователем философии считаюсь я, как экзаменатор. То есть никакого равенства, никакой справедливости вот это, хоть элементарной, нету совершенно. Представляете, вот вы придете, я ставлю, у меня право есть вам поставить любую оценку, у вас нет никакого права. Ну, формально у вас есть право пожаловаться на меня. Когда вы на меня пожалуетесь, кто будет в комиссии, ваши друзья или мои друзья? Подумайте сами. Ну, из студентов будет комиссия, или из преподавателей? Ну, вот он. То есть ужасная, конечно. То есть ситуация студенческом, это сплошные страдания. Помните, про страдания мы говорили? Вот как раз жизнь ваша идет к радости через страдания. Как только перестанешь быть студентом, уже какая-то радость. Ну, новые потом начнут страдания на работе, потом дети будут кричать, плакать, это уже страдания, особенно ночью, по ночам спать не дают. И их, главное, не успокоишь, силы у них невозможные. Я после этого научился спать в любом положении и стоя, после того, как у меня повставал ночью к дочери. Так что это страдания, они же все время нас будут сопровождать. Вот. Так что отцы церкви – это люди, которые создавали доктрину христианства. И главные возникли проблемы, теологические проблемы. Первая проблема – троичности. Ну, в чем троичность? Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух. Как это может быть? Проблема. Проблема инкарнации. Установление двух начал в одном лице – Иисуса, истинный Бог, и истинный человек. В одном лице два. Это как президент и генеральный секретарь. Или как президент и премьер-министр сразу. Вот Ельцин был в 92-м году, и они за это время в 25 тысяч раз повысили цену за 92-й год. О, что значит, в одном лице совмещали. Со второй половины пост исполняющий обязанности премьера Ельцин передал Гайдару. Уже не в двух лицах было, в одном. Так. Вторая проблема очень сильная, то есть третья проблема – это соотношение свободы и благодати. вот как соотносится свобода и благодать. Вы можете вот сказать сейчас, как свобода и благодать. И тогда люди никак не могли сказать и думать. И соберутся, вот как мы, и давай рассуждать. Как соотносится свобода и благодать. Вот сидишь на час, никакого экзамена нет, никаких оценок плохих не ставят. Это же благодать. А экзамен когда закончится, все сзади уже позади и опять благодать. Красота. А? Когда с вами получилось, хочешь? Ну, все равно все позади. Но хоть какую оценку заполучили, а так неизвестно, что. Неизвестно, что поставят. Неизвестно, заболеешь, вдруг заболеешь перед экзаменом. А уже прошло это все, благодать. Вот проблема, так сказать. И еще одна проблема – соотношение веры и разума. Ну, как она эта проблема решалась в период средневековья? Что выше? Вера или разум? Подумайте сами. Вера. Вера. Молодец. Если бы мы в средние века с вами общались, вам отлично. А сейчас, наоборот, вам двойка. И так далее. Все по-разному. Зачем это от того, что мы переживаем, какой этап развития философии. предшественник отцов церкви филон Александрийский оперировал понятиями, неведомыми греческой мысли, например, творения. варенья. Бог создал материю из ничего, а лишь потом придал ей форму. Вот как. Блистательными представителями патристика, патристики были, патристика – это учение отцов церкви, Климент, Ориген, Иоанн Дамаскин, Тертулиан, который высказал знаменитое «Верую, потому что абсурдно». О как! Вот вы веруете, потому что абсурдно? А я думал, вы вот смотрите на меня так, думаете, какой-то я абсурд несу, и тогда вы веруете. Ну, в этом что-то ведь есть, да? Такое вот, не поверишь, а какую-нибудь глупость скажут, верят люди. Сколько глупостей у нас ходит. Вот поверили же этому самому Мавроди. Сколько народу поверило Мавроди, который им говорил, что они там обогатятся все. Миллиарды забрал. И сам, между прочим, так в тюрьму и не сел. И деньги у него так и не отобрало государство. А еще был Гермес Финанс, а был Леня Голубков. Помните, был хороший какой персонаж. Но тоже веровали в него? В него веровали же. Не веровали? А сейчас, вот сегодня, я в газете прочитал в российской, на первой странице, сколько у нас миллиардов мошенники с карт сняли. В основном, не техническим образом, а просто люди верят. Им скажут, вы сообщите то-то, то-то, туда-то, туда-то, они данные своей карты дают, и у них раз, челк с этой карты, Верят. Абсурдные верят. Или вот, скажем, сейчас звонят, вчера нам звонили, но я их знаю, этих жуликов, звонят, говорят, вы знаете, я вот такая-то представила, сначала идут гудки, потом, это в расчете на всяких пожилых старушек, у которых-то и денег мало, но из них надо деньги последние вытрясти. И не тяжело у них вытрясти, потому что они доверчивы и сопротивляться не могут. И не надо их убивать и бить, потому что надо, чтобы ответственности не было, чтобы просто деньги отдавали и все. И тогда ничего не будет тем, кто является мошенниками. Вот звонит, сначала гудки, видно, что с помощью компьютера подключили и гудят. Гудок, потом гудок, потом гудок, в телефоне. А потом говорит, вот вы знаете, я вот звоню по поводу того, что сейчас в вашем районе была авария большая, связанная с тем, что вот не оборудованы окна соответствующим образом. Но я тут сразу ее прервал и сказал, что я знаю эту аварию, вы же жулик, мошенник, так что давайте вашу фамилию. Она сразу положила трубку. Хотя, между прочим, на самом деле с деятельностью этих людей, которые устанавливают эти самые пластиковые окна, связаны очень серьезные обрушения. Почему? Вот у вас деревянные окна, вот такие, видите, да, деревянные. И вдруг у вас взорвался газ, что будет? Ну, что будет с этими окнами? Вылечит. А? Вылечит. стекла придет, стекольчик и ставит, и все. А если это вот такие герметичные окна со стеклами, стеклопакеты, раз, и вылетает стена во время во время такого взрыва газа, если газовый баллон там взорвался, стена влетает. Потому что стекла не разрушаются. Они прочные, надежные. Так что это вот бывает по-разному. То есть все это вот то, что мы говорим в какой-то мере современно. чтобы прийти к Богу достаточно быть простодушным. Философская культура не помогает, а мешает. Вот мне не хотелось это вам говорить. А теперь вы придете и в случае чего если я вам что-то буду какие-то замечания на экзамене скажу, к философской культуре она только не помогает, а мешает. Простодушие должно быть. Оно помогает прийти к Богу. Ну, вы говорите, к вам не приду, к Богу приду. Куда-то в ряду. Августин Аврелий это вот филон Александрийский и все вот это так какие-то другие Климент, Оригин, Иоанн, Дамаскин, Тертулиан. Тертулиан высказал веру, потому что абсурдно. А вот Августин Аврелий 354-430-е годы. Это уже наша вера. Бог – это нематериальный и всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Нематериальный и всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Бог создал мир и абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человек полностью зависят от Бога. Бог – это личность, которая создает мир лишь по собственной воле. Воля, присущая Богу, и предваряет всякое творение. Вот вы думаете, записываете вы по своей воле. Нет, на то воля Божья, чтобы вы записывали. Ничего не делается без воли Божьей. Что продумано? Бог настолько всемогущ, что ни на один миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывное творение. Вот, видите, вы сразу послушали меня и записываете. А кто это вас побудил записать? Я же вам не говорил записывать. Я вообще такого ничего не говорил. Это не я. Но кто-то ведь вас побуждает к этому. Бог – это причина познания, ибо всё знание даётся Божественным откровением. Вот это мне должно студентам очень понравиться. Не надо не готовиться ни к каким экзаменам. Пришли – или будет откровение у вас на экзамене, или не будет. Если откровение будет на экзамене, то раз – и получите отличные оценки. А если я буду с вами спорить на экзамене, скажите, а мне вот открылось вот это, а не то, что вы рассказывали. Вот открылось мне. А вам откуда? Вы откуда взяли? Вы, наверное, кого-то вычитали. Про меня скажите. А вам она открылась прямо вот тут. И сейчас. Что выше? Откровение или вот это, что берут книжки, там листают, что-то как червец. Из них что-то выбирают. Это так трудно с этим спорить. Во всяком случае, это вооружает нас. Если что, откровение мне. Скажут, а куда такая мысль у вас? А вот открылась мне. Вот иногда люди, вот когда будете писать, допустим, курсовую работу, потом дипломную работу, она же вот без откровения, ты не напишешь ее, правда? И вот по этому поводу даже есть такой короткий рассказ, как один товарищ идею диссертации ловил. Ну, звонок сперрантуры был уже. А идея-то, она может прийти, а может не прийти. Ну, идея-то, как ее узнаешь? Откуда ее взять такую новую? И диссертация должна быть новым в науке. А как новая? Кто-нибудь знает, как новая появляется? Никто не знает. Вот как родилась у вас эта новая идея? Никто не знает. И вот он ждал, что идет, идея придет, а он боялся, что она придет ночью, а он проспит и ее не запишет. И он придумал, что сделать. Он, значит, когда ложился спать, на столе оставлял лист бумаги и карандаш. Почему карандаш? Потому что ручка может не писать. А идея уйдет. Карандаш. Знаете, как эти, мучились долго американцы в космосе? Они, так сказать, со вторичками полетели, и у них ничего не пишут. А потом, когда они сделали союз Аполлон, смотрят, а наши там карандашами простыми, шуруют, хоть бахны. Нет никаких проблем в невесомости. Вот откровение-то где. Я думаю, кто-то нам наставил правильный. И вот всё он приготовил и лёг спать. И вот, наконец, она пришла к мысль. Он встал, записал, лёг снова спать, уже совершенно спокойный, что идея у него в кармане, и проспал 13 часов. Просыпается уже день в разгаре, открывает окно, подходит к столу и там написано «Воздух сух, как гвоздь». Бывают всякие откровения. Но это не пошло, это никакое откровение ему на пользу. Что делать? Ну тогда надо ждать нового откровения, правда? Как ещё действовать? Бог не только причина, но и главный, основной, единственный предмет познания. Мудрость есть у Бога. Бог – это наивысшее благо и любовь. Бог – причина всякого блага и всякой любви. Бог – цель этой любви. Бог одарил человека душой. Ну откуда у вас душа? Как вы её объединили? Сколько раз пытались взвесить душу, значит, взвесить покой, перед смертью человека, а как так он? Душа отойдёт, посмотрит, сколько он будет весить. И будет разность взвесить, и будет как раз вес души. Откуда она? Вот вопрос. Каждая человеческая душа творится Богом индивидуально. Это же приятно осознавать, что вот ваша душа сотворена. Это не по стандарту, знаете, как это? На конвейере души одни и те же, всё то же самое. Нет. Ваша душа, вот ваша душа, она совершенно индивидуальная, ни на что не похожа. Это приятно же осознавать. Не такая, как у меня, не такая, как у них. У вас тоже своя душа. У него своя индивидуальность, своё своеобразие. Это приятно же чувствовать. Ничего нету такого, чтобы было бы стандартно. Всё неповторимо. Так что душа неповторима. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца, ибо бессмертно. Ну, хорошо, но душа-то точно бессмертна, правда? Душа нематериальна. К ней неприложимы никакие пространственные и количественные характеристики. Основные характеристики души, заложенные Богом, это разум, память и воля. Ну, это у вас всё есть. Разум есть у вас? Есть. Память есть? Ещё не потеряли. И воля есть. Всё. Создавая душу, Бог изначально закладывает в неё стремление к счастью. Ну, что вы можете мне возразить сейчас? Ничего. Что, вы к стремлению к беде, что ли? К несчастью у вас есть? Нет же, правда? Счастье – это максимальное познание Бога. И в этом случае разум становится главной опорой для веры. Разумей, чтобы верить. Верь, чтобы разуметь. вера – основной и исходный пункт всякого познания. Познание без веры греховно. Мне так и хочется сказать дальше пойти. Меня учили, правда, как учатся этих грудных резонатор. Это называется резонатор. Вот есть грудной резонатор, а есть вот эти гайморовые полости, они дают резонатор верхний. Да светится имя Твое и жейся на небеси. Аминь. Так что на этом мы закончим этот раздел. но на тренированные диаконы они так это скажут, что может посыпаться люстра. А ну здесь это нехорошо, потому что вот это все это лампы, в которых пары, ртути, ядовиты. и все так называемые энергосберегаемые, только теперь такие крученые, вот висят у нас, тоже ядовитые, а вот светодиодные уже не ядовитые. Вот все действительно прогрессивные. Они ближе к Богу, чем вот эти с ядом. Так, то есть разумеется, чтобы верить, схоластика. Термин схоластика подразумевает не столько философскую доктрину, сколько философию и теологию, преподаваемой в средневековых школах. Отсюда и название схоластика. Фома Аквинский что писал, что разум и философия суть преамбула веры. Разница между философией и теологией не в том, что одна занята одним, другая другим. Обе говорят о Боге, человеке и мире, но первое дает знание несовершенное, теология же в состоянии дать ответы на все вопросы и ведет к вечному спасению. Ну что, не хотите вечного спасения? Думайте. Предлагают вам вечное спасение, некоторые отказываются. Ну, ведите, как хотите, да, пожалуйста. в сумме против язычников Фома Аквинский пишет, есть истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. Истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. Например, Бог един, но в трёх лицах. другие истины, вполне доступны разуму. Например, что Бог существует, это доступно разуму, что Бог един и подобно этому. В полном соответствии с Аристотелем Фома Аквинский признавал, что вещи представляют собой единство формы и материи, при этом каждая вещь обладает некой сущностью. Сущность каждой вещи проявляется благодаря тому, что есть некая сущность всех сущностей, форма всех форм. Аристотель называл эту высшую сущность умом, а в христианстве это Бог. Фома Аквинский использовал Аристотелеву логику в разработке доказательств бытия Бога. Так, в сумме теологии он приводит доказательства существования Бога. Какие? От движения. Вот вы можете доказать, что есть движение? Да. Вот. Можете? Вот вы в этой точке сейчас находитесь? Мы сейчас находитесь. Так вы же не находитесь, мы же с вами движемся. Земля вращается, как вы докажете, что вы находитесь? Ага, вот и не доказали. Вот от движения в движение прошло. Так, тогда следующее, от производящей причины. Вы по какой причине здесь сидите? Не просто так же сюда пришли, какая-то есть же причина производящая? Без причины вы всегда бы не пришли, правильно? Да. Вот, категория необходимости и случайности. Кажется, что вот мы здесь с вами случайно собрались, а ведь есть же какая-то необходимость. Вы же меня первый раз увидели в жизни. Может, раз случайно мы с вами встречались где-то здесь вот в одном здании, а потом раз, и вот мы с вами вместе в аудитории. Значит, какая-то необходимость есть в этом. Что-то есть такое. От степеней совершенства ещё и от целесообразности. Цель какая-то есть, что-то в этом есть. Был такой в эти средние века спор о природе универсалей. Проблемы, рассматриваемые уже в античной философии, о соотношении единичного и общего приобретают новое звучание спор о природе универсалей. Сложились две позиции реализм и номинализм. Первые считали, что подлинная реальность обладает общее. Другие, что единичная. Ну, вот применительно к вам. Вот применительно к вам. Вот что у вас первое, что второе. Вы человек, человек. Это первое, а второе, что вы вот конкретный человек, студентка института истории. А можно считать по-другому, что вы не вообще какая-то там студентка и вообще какой-то человек, а вы первонаперво студентка института истории, а потому и человек. Кто прав? Вот тут начинается борьба и идет. Вот было время, и спорили о природе универсалей. Так что это не так просто. И вот мы подошли уже с вами к философии эпохи Возрождения. Возрождение от чего так называется? От того, что начала наука освобождаться от гнета религии и веры. Все-таки, товарищи, так сказать, хоть и мы доказывали все время, что вера превыше и Бога над всем, и истина это в вере, но все-таки вот развитие науки несмотря на то, что был гнет веры все-таки проходило. В Западной Европе в 13-м, в конце 13-го, начале 14-го века в Западной Европе начинается процесс изменивший жизнь человека во всех сферах в философии, в литературе, в науке и в политике. Сам термин возрождения появился в 19-м веке. Смысл этого понятия происходит возрождение античной культуры, потому что античная культура, поскольку она была ну, не религиозная в целом или многобожная, можно так сказать, она противоречила единобожию, и ее там отвергали, они пускали, она возрождается. Второе, ориентация на искусство. Третье, философское мышление антропоцентрично. Это что значит? Что в центре философских учений стоял человек? Вот хорошо же, когда вы в центре, а не неизвестно кто. Правда? Вот вы в центре. Правда, и вы тоже в центре? А почему вы можете и вы, и вы сразу быть в центре? Можно, если считать, что у вас есть общее человеческое начало, и вы человек, а она человек, вот человек в центре, а тут вы, а немножко вы тут какой человек, уже честновато становится, конечно. ну ничего. Так, четвертое, идея всесторонне развитого человека и физически, и духовно, вот она, это всесторонне развитого человека идея, откуда. А потом, скажем, Плеханов и Ленин готовили программу российской социал-демократии в 1903 году. И у Плеханова было написано, что производство при социализме будет идти для удовлетворения нужд общества. Вот не в соответствии вот с этими идеями. А Ленин, видимо, как близкий к идеям возрождения, говорит, не, надо написать, что производство должно, потому что такую, как вот вы говорите, Георгий Валентинович, могут еще и тресты дать. Ну, на нужды общества удовлетворять же, при капитализме нормально. А вот надо написать, что для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть идея, она откуда нам взяла? Ну, это вот такая идея из того времени идет. Вот надо, чтобы вы развивались не только, чтобы у вас было где сидеть и что, покушать, а чтобы вы всесторонне развились. Все ваши способности раскрылись. Это же хорошо. И ваши, поскольку не отдельных людей развивать, меня только развивать, а вас нет, не надо. Нет, и вас тоже всех. И меня, и вас, и всех, и вас тоже, само собой. Каждый человек. Никто не должен быть обойден. А иначе у нас будет, как вот сейчас. Вот, Абрамович, он уже в коммунизме живет. Я одному товарищу прощался, такой профсоюзник со мной встречался, говорю, коммунизм уже наступает. Вот смотри, вот некоторые уже прошли, но будут заходить по одному и в разное время. А сейчас вам сколько уже? И Дерипаска. Ну, правда, ему жизнь ему там портят. Уже это санкции иностранные. Столько у него миллиардов, а все равно рыболовлив вот поехал в Монако, где у него клуб, он в собственности имеет клуб. А клуб это что такое? Это предприятие по добыванию денег. Все осознают это, что футбольный клуб это предприятие. Вот представьте себе, что вы собственник, вот сейчас стадион построили. На сколько там места стадион в Ленинграде? Новый? 60 тысяч, да? Больше. Ну, 66 тысяч. Ну, больше 60. Ну, будем для, не будем преувеличивать, будем преуменьшать. 60 тысяч. И вот смотрите, что вот, если мы с вами, давайте сделаем такую кампанию, я буду у вас генеральный директор, а мы с вами организовываем там выступления наших звезд. Ну, что, Пугачева пригласим, Стаса Михайлова пригласим, кого еще пригласить? Галкина пригласим, а? А? Киркорова пригласим, а как? Вот будете звонить Киркорова, скажут, слушай, Киркоров, миллион хочешь за вечер? Он говорит, ну, миллион мало, ну, три, ну, три поеду, ну, три миллиона за вечер. Так, а вы Пугачевой будете звонить, мужской был голос, молодой такой, вот, и спрашивайте, как вот, Алла Борисовна, пять миллионов за вечер хотите? А вы будете Стасу Михайлову звонить. Четыре миллиона. Ну, в общем, наберем мы, сколько, сколько нам потребуется на это, на эту вот группу, чтобы они приехали и выступили? Ну, 15 миллионов давайте будем считать. Там пора, может, еще будут спорить, еще будут, скажут, что это так мало? Я такая известная. Ну, 15. Потом, ну, 25 миллионов на эту всю организацию там. Там же надо охранять, билеты продавать, да? Порядок. Обеспечивать. Все это должно быть хорошо. Свет надо там включать, выключать. И проще обеспечивать звук. Ну, вот на это еще сколько? Ну, 20 миллионов, да? 20 до 15, сколько получается? 35. Теперь надо билеты. Почем билеты? Ну, такой вечер. Почем? Чтобы не дорого казалось. Ну, что? А? По 5 тысяч, да, нормально. 5 тысяч. 5 тысяч, теперь осталось 5 тысяч. Умножьте, пожалуйста, 5 тысяч рублей на 60 тысяч мест. А? Все по одной цене, что по одной. Почему по одной? Хорошие, там будут по 35, по 50 тысяч. Это правильно. Вот это чувствуется, жилка у нее есть. Предпринимательская. А эти сидят, вот, 5, 5. Вот, я понимаю. Я вас назначаю директором по коммерции. Так. Ну, если на 60. Ну, и сколько набрали-то? Вы умножьте все-таки 5. Это мы... 30 миллионов. Сколько? 300 миллионов. Это миллион. 30 или 300? 300. 300 миллионов. Ну, вот, 300 миллионов. Вычитаем издержки. Сколько там у нас набрали? 35? 300 отнять 35? Сколько получается? Сами, отчитай. С ума сошли уже люди. В уме-то не считают. Какое же у вас будет всестороннее развитие? 265 миллионов. Так, сколько нас? Так, 65 миллионов я забираю, конечно, как генеральный директор. Сразу? А у вас тут 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 200 на 8. Ну, сколько? По 20. 160. По 30. Уже не получается. По 20 миллионов. Ну, остальное там... Остаток тоже мне... Нет, остаток вот вам. Как по коммерции. Остаток вам. И все. Вот проблема. Поэтому эта штука. И вот этот рыболовлив приехал туда, его арестовали, судили, потом отпустили. Будете, говорит, приезжать на суд. Ну, что за жизнь у них такая тяжелая? Вот вас никто не судит, ни в каком монахо. Правильно? И у вас, как у Дерипаски, ничего не отбирают. Красота! Нечего завидовать. А раньше, как было страшно, идешь, вдруг тебя убьют. Сейчас кто это будет убивать? Сначала идут и смотрят. Нет ли тут у вас этой самой... Железная дверь должна быть? Потом обязательно тарелка, спутниковая антенна и решетки на окнах. Вот я живу на первом этаже, и у меня деревянная дверь, картонная даже дверь. И на ней еще так, чтобы она когда открывается, она не портилась такая, еще кусочек дерева прибит. Никогда никто не заходил с плохими целями, а уже рядом, кругом, этих вот рукавов, решетки на окнах, и эти тарелки, и железные двери. А с железными дверьми, с дверьми, знаете, как справляются сейчас? О, это не проблема. И меня однажды доцент нашей кафедры, Оль, Надежда Хажемердановна Орлова позвонила мне, говорит, Михаил Васильевич, я узнала по радио, что мой дом горит. Можете приехать туда? Я приезжаю, как раз до нее ее квартира дошла, видимо, карма она такая была хорошая. И все, остановилась. И дальше затушили. Тут прямо пять этажей провал, а тут вот одной стенки только нет. Я смотрел, как работают пожарные. Пожарным нужно проливать пол, чтобы по перекрытиям не пошел огонь дальше. Но они должны открывать все двери. В чем проблема открыть двери? Вот представьте себе, там пальцы такие мощные, металлические, двери железные, они берут полгаркой, зик, открывают, проливают. Следующая дверь, зик, открывают, проливают. Поэтому, если кто-то сделал железную дверь, то ее открыть не дольше, чем деревянную дверь. Деревянная там, ну, кто-то, заноза будет какая-то. А тут просто зик, открывай, и все. Бизнес. Так что, вот видите, какие идеи тут о свободном всестороннем развитии, как давно. Некоторые думают, что это вот там придумали. А и наоборот. А вот Никита пришел, Хрущев, и выкинул это из программы. Потому что и в первую была программа партия, и во второй. А в третьей все более полнотворение потребностей. Вот у вас потребность, может быть, наркотики курить. Все более полнотворение потребностей наших людей. А у меня потребность в филармонию выходить. Все более полнотворение потребностей. Еще какие у вас? У вас вот купить потребность. Это тоже наркотик. А вы что такое наркотик знаете, нет? Что? Определение знаете? Дайте. Вот видите, он не знает. Это ему, опасная жизнь у него. Он не знает. Он может съесть наркотик и не узнает, что это наркотик. И пропал. Кто-нибудь знает хоть наркотик? Ну мы вот философия, она... У нас философия. Мы должны все определения знать. Мы не просто так тут сидим. Что такое наркотик? А? Никто не знает. Так вы же при всей жертве может быть. Сейчас пойдете вот там в столовую что-то съедите, раз вы не знаете. Это же ужас. Значит, во-первых, наркотик вредное вещество. Но вредных веществ сколько угодно. Вот я вам не советую грызть, например, парты. Ничего хорошего от этого не будет. Глотать часы там не надо это делать. Авторучки закусывать авторучки. Вот так. Не надо. Это вредные вещества. А наркотик это такое вредное вещество, самым главным свойством которого является то, что он сламывает волю к сопротивлению его потреблению. То есть, если его схватили, то дальше затягивает, человек не может сопротивляться. Вот посмотрите, сколько людей, вот самый легкий наркотик курил. Сколько людей ходят, которые говорят, да нам бросить ничего не стоит. Я вот каждый все время бросаю, каждый папирос бросаю, потом опять начинаю. Попробуйте освободиться. Не освободиться. А сколько людей от алкогольной зависимости тоже не такой страшный наркотик. Но сколько уже погибло людей от алкоголя? Тьма. Не говоря уже о том, что берут там уже любой алкоголь. Вспомните эту ситуацию с боярышником, когда там 70 человек погубили в автомат. Автомат закладывали. банку с этим так называемым боярышником. Выпил человек, умер. Он выпил, умер. Спирт заменили. У меня родной дядя работал каталем. На заводе Красная Звезда вот вверх по Неве за Овцыно. Вот они на 6 человек им дали задание разгрузить спирт. Метиловый. А они метиловый, не метиловый и не разбирали. Потом водку все ведро оставили на 6-й и выпили. Два человека ослепли, остальные умерли, в том числе мой дядя Михаил. Вот так. Так что это такая штука. А вот не знаете, что такое наркотик. Ну сейчас вы же знаете, что такое наркотик. Вот это. Поэтому тут такой нет границы, я скажу, я терпим или культурно только буду употреблять. Начнешь культурно, а он потом уже над вами давлеет. Уже человек не может сопротивляться. И редкие люди могут вырваться из этой цели. Такой есть. Оторвать, разорвать эту цель. Очень редкие. Так. Ну вот так и философия. Если в него начнешь заниматься, это как наркотик. Уже потом не бросишь. Вот все, видите, уже занимаемся. Мы уже сколько уже? Уже сейчас после перерыва опять начнем перерыв. Продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok